Говорят, что крещенская вода может храниться годами и не портится. Ученые выяснили, что все дело в ее особенной структуре, которая отличается от проточной, да и любой другой пресной. Причину метаморфоз не смогли понять, а вот простые люди уверены, это божественное чудо, которое не нуждается в объяснении. Оно просто есть и будет всегда. Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки, которые продолжаются с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. Он установлен в память крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. В Свято-Успенском храме утром 19 января прошла праздничная литургия. Желающих прийти на богослужение оказалось очень много, как говорится, и старый млад. По окончании церковной службы принесенную прихожанами воду осветили. Также в этот день в худоре при Кубанском прошло крещенское омовение. На берегу реки Кубань по традиции провели великое освящение воды с последующим омовением в водах реки Кубани. В переводе с греческого слово «крещу» значит «погружаю в воду». В древности для иудеев вода означала зарождение жизни. Крещение Иисуса Христа символизировало очищение человеческих душ от всех грехов. Этот момент ознаменовал начало новой эры – союз между Богом и людьми. Желающих окунуться в святую воду, тем самым очистить душу и тело, среди славянцев оказалось немало. Считается, что, окунувшись в крещенскую купель, люди смывают себя накопившейся за год грехи. Но, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Крещение завершило череду рождественских праздников, которые длились с 7 по 19 января.